В соответствии с поручением примаря на аппаратном совещании от 8.11.2011 года Управление архитектурой и строительства держит на контроле после обеспечения объекта, находящегося в стадии строительства, МИКС и ПИПЭЛС, ограждениями строительных площадок и информационными счетами, периодически проверяясь, что идет с выездом на площадку. За период 2012 года по августа 2013-2013 года и строящие объекты на основе улицах города даны в эксплуатации 12 крупных объектов, 5 многотарных домов, 2 автозаправки и 5 крупных коммерческих объектов. В постоянном счете на данный момент с выездом на место по основным магистралям установлено 52 начатых и строящих в этот период объектов в городе. Все инвесторы имеют полученный в установленном порядке решения строительства и у всех зафиксированы требования в установке информационных счетов с данными об объектах. По состоянию на момент проверки все строящиеся объекты в городе ограждены. С информационных счетами спрати не на всех объектах соответствуют требования, заложенные в разрешении на строительство. Только на 25 объектах очередной проверки зафиксировано существование информационных счетов. Многие счеты пришли в негодность, на что обращено внимание управление архитектурой и строительства, соответствующим инвесторам и подрядчикам отправлены письма с требованием привести площадки в порядок. На большом количестве объектов по различным причинам не проводятся строительные работы. На 23 объектах работы приостановлены. Некоторые из них выставлены на продажу как незавершенное строительство. На 11 объектах завершены строительные монтальные работы и подготовленные сдачи. По объектам, где отсутствуют информационные счеты или работы ведутся в соступлении от проекта, помимо инвесторов и подрядчикам, были также направлены письма и инфекции по строительству для принятия соответствующих мер. По объекту анализ изложенных свитерачек в таблице, в котором он представлен в рамках. Что у нас по цветовой гамме и тех объектов, которые находятся на Центральной Федерации? Мы стараемся, Кавер Анатольевич, с выдающим этот паспорт на цветовое решение. Стараемся. У нас за последний год видел путь от нового прощения по согласованию света посадок. Судя по реакции, вопрос из разряда неждабель. В дополнение к этому, вообще существует сегодня в отделе архитектуры и строительства и строительства и архитектуры политика? В каждом проекте обязательно существует паспорт цветового решения обеда. Главное, те, кто обязательно его рассматривает и утверждает. А как же случается так, что на одном фасаде дома у нас как радует, у нас будет предпринят закон, так сказать, решение совета, а не пропагандия этого. А если брать цветовую гамму, то мы почему-то смахиваем на тех, кто... Ну вот, получается, в основном, Василий, прожил, из-за проблемы по соцветвлению домов, осадов, самих лицах. Каждый, как правило, они делают это в большей степени не авторизованно. И у кого какая краска, тот и вот их красит. Ну, не удается нам пока... Вы объяснили, почему так случается. Я спрашиваю о том, какая политика существует в отделе архитектуры, который представляет местную публичную власть. И существует ли у нас эта политика, которая реализует усилиями отдела архитектуры, строительной инспекции, вплоть до привлечения к ответственности за нарушение цветовой гаммы фасадных фасадов. Тут, будь-то даже жилых домов, промышленных предприятий, коммерческих объектов. Вот Вы можете за время Вашей работы припомнить хотя бы один случай, когда мы привлекли к ответственности за нарушение цветовой гаммы фасадной части сооружений. Нет такого случая. Нет таких случая. А как же тогда можно говорить о том, что у нас есть работа в этом направлении? Ну, мы работаем с инспекцией, по сути. Инспекция тоже, получается, имеет затруднение в этой вопросе, потому что... Как? Трудно находить. В основном это связано с многотарными домами. Да, я думаю, сложно обнаружить, что на фасаде, допустим, в ЕССРН Решкан несколько квартир покрасили в синий ядовитый цвет. Это надо специальное оборудование, чтобы выяснить, что на общем фасаде это выделяется как-то, да? Не сложно обнаружить, просто вовремя, потому что когда уже обнаружится, он это уже сделан. Ну и что? А штрафные санкции можно применить? Вообще существует какое-то административное наказание, размеры штрафов известного за то, что нарушается цветовая гамма? И существуют ли вообще такие штрафы? Или мы бы сейчас, когда накоснемся, скажем, что у нас нет административной ответственности за это? Ну, посоветуемся с инспекцией, что можно делать, что это надо же... А разве для того, чтобы этим заниматься, нужны вот такие дискуссии на аппаратном совещании? Или вы, как проводник политики и архитектурного облика города, должны сами инициировать эти вопросы? И более того, находить или внедрять механизмы приведения в порядок тех, кто не хочет соблюдать этот порядок. Думать — это очень полезная вещь. Желательно думать всегда. Ну и последний вопрос тоже связан с применением мер. Вот хорошо, что уже есть перечень объектов, которые, так сказать, паршиво, так, грубо говоря, относятся к своему же объекту по части эстетики ограждений, наличия полной информации, освоение того или иного семейного участка. А с точки зрения принятия мер тем, кто нарушает постоянно, причем нагло, какие можете привести примеры, чтобы мы были приняты? Ну, я не готов сейчас сказать примеры, но мы всегда работаем в проинспекции. Мы всегда информируем сразу проинспекции, и инспекция сообщает нам о принятых мерах. Вы не подводите к мысли, что что ты ко мне пристал, иди к инспекции, так сказать, и спрашивай. Почему? Мы же от этого должны работать вместе. Согласен. Так, приведите пример, когда за нарушение вот этих правил оформления строительной площадки были приняты штрафные санкции. Или мы письма пишем. Письма у нас сегодня, бумаги не хватает, уже вырубили половину тайги, так сказать, что мы писали письмо. Нет таких примеров. Это тоже говорит о том, что, наверное, тут существует большой дефицит в принятии мер к тем, кто нарушает существующие правила. Туда, в принципе, мы можем констатировать, что есть и по-прежнему будет на 23 или 25 объектах безобразие. Поэтому продумайте систему мер и в рабочем порядке вместе со строительной инспекцией или отдельно проинформируйте меня о том, что намерены вы делать для того, чтобы, во-первых, реализовывать политику свою, политику по части архитектурного облика города и тех мер, которые вытекают из действующих законодательств по отношению к застройщикам, которые нарушают правила обустройства строительной площадки, освоения территорий и много чего другого. Кстати, об освоениях территории, Грина Романна, есть? Было вам же неоднократное поручение принять меры по отношению к тем молодым семьям, которые в течение многих лет не осваивают земельные участки, более того, уже начинают ими торговать. В конце года информация. Мне нужна не информация, а мне нужно принять меры, что если у нас было выделено там 80 земельных участков, из них 70 неосвоенные в сроке, значит все эти 70 земельных участков должны быть изъяты и перераспределены среди тех 300 человек, которые стоят в очереди. И не заставляйте одно и то же поручение повторять несколько раз. Присаживайтесь. Продолжение следует... Присаживайтесь.